В эфире Буктова итоги недели. Я Виктория Нечаева. Здравствуйте. Мы расскажем вам о главных событиях прошедшей недели. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшнем программе. Троекратное ура белорусским защитникам Отечества. В Бресте проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Они строят дома, в которых живет счастье. Флагман строительной отрасли Беларуси, открытое акционерное общество «Брестжилстро» и празднует полувековой юбилей. Русской мове дай разгрузку, размавляй по-белорусску. В Брестском областном лице имени Петра Машерова на этой неделе звучала родная мова. Лились песни на белорусском языке, а лицейскую форму учащиеся сменили на стилизованные национальные костюмы. День Защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Этот поистине всенародный праздник знаменует дань глубокого уважения к нашей героической истории, олицетворяет преемственность ратных традиций, является признанием заслуг защитников Отечества всех поколений. Сегодня патриотизм белорусского народа, консолидация общества являются важнейшим фактором безопасности нашей страны, а вооруженные силы – достойным преемником тех, кто на века вписал в историю свои подвиги. Торжественные мероприятия прошли во всех уголках нашей страны. В Бресте поздравления принимали защитники Отечества всех поколений. Есть такая профессия – родину защищать. Слова из легендарного фильма «Офицеры» сегодня уже крылатая фраза. Но если вдуматься для скольких военных, офицеров и рядовых, прошедших войны и военные конфликты, в мирное время защищающие рубежи страны, мир и покой сограждан, эти слова стали руководством к действию и смыслам жизни. Об этом знают ветераны Великой Отечественной войны, об этом знают и нынешнее поколение защитников Отечества. «Время выбрало нас» – поется в песне. И действительно, во все времена оберегать покой родной земли вставали лучше сыны Отечества. Уже в этом году, в ходе проверки вооруженных сил министром обороны, две из наших воинских частей уже выполняли задачи. И с достоинством справились, и получили отличные оценки. Это 38-я наша гвардейская десантно-штурмовая бригада и 115-й зенитно-ракетный полк. Ну а так, если брать в целом за вооруженные силы, то практически ежегодно все наши воинские части, которые входят в состав гарнизона, занимают, если не первые, то вторые места по своим видам, родам войск в вооруженных силах. И это очень приятно, это говорит о многом. В Беларуси создана армия суверенного независимого государства. В последние десятилетия делается все возможное для поднятия престижа и авторитета воинской службы. Проведенное реформирование и последующее строительство и развитие вооруженных сил позволило придать армии современный облик, оптимизировать структуру и численность. Степень боевой и мобилизационной готовности, уровень оперативной подготовки личного состава обеспечивают решение поставленных задач. Традиционно в преддверии 23 февраля, Дня защитников Отечества и вооруженных сил, мы проводим мероприятия по честному наших военнослужащих. Наиболее отличившиеся военнослужащие в ходе повседневной жизнедеятельности, выполнения задач, учебно-боевых задач на полигонах различных, представлены к награждению от имени властей города. И наиболее отличившимся предоставлено право поздравить и матерей этих военнослужащих. Мы проводим каждый раз в преддверии 23 февраля и 8 марта. Армия была и остается основой каждого государства, его щитом и мечом. В любую минуту солдаты готовы стать на защиту Отечества. Военнослужащие Брестского гарнизона – олицетворение высокого профессионализма, отличной боевой выучки. Они – гарант территориальной целостности и суверенитета. Подтверждение всему вышесказанному – награды на кителях и грамоты от руководства области и города. Каждый выступающий подчеркивал, что те люди, которые служат Отечеству и прославляют Отечество, достойны треекратного ура. Сыны Отечества – они в первую очередь сыновья матерей, которые также заслуживают награды слов благодарности. Гордость, конечно, за сына, что вырос такой парень и достойны этой награды, я считаю, как мама. Но еще хочу сказать, что, конечно, для нас они все равно дети еще, и присутствует всегда волнение, где бы они ни были. Праздник 23 февраля является праздником военных, сотрудников органов внутренних дел, пограничников и пожарных. Праздником людей, которые раз и навсегда выбрали один путь, одну профессию – Родину защищать. 15-й из них на ракетный полк был, есть и остается одним из лучших соединений военно-воздушных сил. И войск противовоздушной обороны находится на страже западной границы воздушного пространства нашей страны. И, безусловно, выполняет свою задачу всегда, в любых условиях. Служба в армии сегодня престижна. Высокой оценки заслуживают брестские мужественные защитники Отечества. Они – гордость нашей страны и, как признание вышеперечисленных качеств и заслуг, поздравления и пожелания от председателя Брестского горосполкома. Этот праздник, эта дата будет жить всегда. Это, как долго – всегда. Для этого есть мы, действующая власть, для этого есть замечательные традиции, которые мы связаны с вами и обязаны культивировать. Что касается взаимодействия органов власти и людей в погонах, хочу сказать так. У нас есть четкая, понятная дорожная карта взаимодействия. В прошлом году мы построили 231 тысячу квадратных метров жилья, из них 147 тысяч – многоэтажное строительство. Так вот, в этих 147 тысячах высокий удельный вес именно людей в погонах. Несмотря на все трудности в экономике, государство определяет четкий приоритет для человека в погонах, в том числе и в социальной сфере. У нас есть свои локальные программы взаимодействия по дальнейшему совершенствованию материальной базы наших поисковых частей. Мы с вами живем в лучшем городе Республики Беларусь, в нашем тысячелетнем Бресте. Мы вместе, и это залог наших будущих побед. С праздником! Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Бакаревич, телекомпания Бук-ТВ. День защитника Отечества по праву может отмечать каждый мужчина, который несет ответственность за свою семью, оберегая ее, поддерживая финансовое благополучие и стабильность. Но все же 23 февраля – это профессиональный праздник военных. В Бресте и пригороде располагается не одна воинская часть, где проходят срочную и контрактную службу. Но это соединение всегда называют в числе первых. 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада. О буднях бойцов крылатой пехоты и о тех, кто готовит элитные кадры вооруженных сил – наш следующий сюжет. Вместо теплых казарм, палатки, а теория в классах заменена на контрольно-тактические занятия. Именно так в полевых условиях проходит отработка отдельных учебных задач военнослужащими 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Каждый час – дополнительные вводные и новые задания. Противник силы до мотофехотной роты выдвигается с севера. Максим Лагун в бригаду прибыл для несения службы после Рязанского училища. Распределиться сюда было непросто. Желающих нести службу в таком элитном подразделении достаточно. Однако и требования здесь повышены, что важно для того, чтобы стать настоящим профессионалом. Незаконное формирование попыталось проникнуть на территорию полевого лагеря. Очередная вводная. Эта тема не раз становилась ключевой в рамках международных учений. На контроле о тактических занятиях в небольших группах каждый элемент оттачивается отдельно. Здесь отрабатываются задачи по занятию района, соответственно, в случае нападения противником, осуществление пропускного режима, ну и, соответственно, получение боеприпасов, продовольствия. Сегодня большая часть работы по подготовке военнослужащих проводится именно на полигоне. В полевых условиях, максимально приближенных к реальным, военнослужащие учатся работать с разными типами задач, которые ставятся личному составу как согласно плану, так и по учебной тревоге. Акцент на качество выполнения и слаженность работы. Именно это позволяет бригаде добиваться высоких результатов физической и военной подготовки. И именно это стало основанием для присвоения соединению почетного наименования «Брестская», единственному на территории Беларуси в мирное время. 14 января 2020 года нашей бригаде присвоено почетное наименование «Брестская». Хочется отметить, что это первая бригада в вооруженных силах, в которой и в суверенной Беларуси было присвоено почетное наименование. Анастасия Настерин, Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Мы строим дома, в которых живет счастье. Под таким девизом уже не один год работает предприятие, известное далеко за пределами Беларуси. Более двух с половиной тысяч работников выполняют целый производственный цикл, который заканчивается с дачи квадратных метров под ключ. Речь идет о предприятии «Брест Жилстрой». Флагман строительной отрасли Беларуси за годы своего существования смог осчастливить тысячи берестейцев, подарив им новые уютные квартиры. Накануне большой праздник собрал в одном зале работников предприятия разных лет. Со сцены звучали слова поздравлений и пожеланий в адрес тех, кто строит на века. На торжественном мероприятии побывала Анастасия Настерин-Плотницкая. Полвека, пять десятилетий – это знаковый этап не только человеческой жизни, это целая эпоха, уверены представители большой трудовой семьи предприятия «Брест Жилстрой». Для областного центра эта организация стала на долгие годы ключевым застройщиком. Сколько квадратных метров жилья было возведено за эти годы? Сколько городских зданий построено руками доблестных мастеров «Брест Жилстроя»? За 50 лет через трудовой коллектив прошли десятки специалистов. Большой зал областного общественно-культурного центра с трудом и вместил такое количество гостей. Однако самые заслуженные люди предприятия с удовольствием пришли разделить радость праздника. Мы достойно закончили прошлый год, выполнили все показатели, стабильные результаты и в экономическом плане, и рентабельность нормальная, как говорится, для существования. И в этом году мы рады тому, что загруженность у нас по полной программе, работаем три смены, если надо, в субботу выходим. И поэтому, я думаю, что тоже гарантия, что стабильность, она укрепится новыми достижениями, новыми направлениями работы. Любится и Брест, Гданьск и Стокгольм, Калининград. Это не просто перечисление городов, это площадки, где работу предприятия «Брежжилстрой» знают хорошо. И пусть кто-то скажет, что непростое время конкуренции найти подрядчиков или качественные материалы сложно, здесь лишь ответят – нужно уметь работать. Именно поэтому самые передовые технологии строительства осваиваются коллективом «Брежжилстрой». Один из последних громких проектов – энергоэффективный дом для подачи тепла – здесь нужен лишь смартфон с предложением. Сами работники предприятия ценят коллектив. Сегодня эта команда профессионалов с большой буквы. Лучшие в рамках торжественного мероприятия были достойны грамоты и благодарности от руководства области и города. Ни один город Беларуси не может похвастаться таким хорошим предприятием. Получается, Брест прозвучал за наши три года, наверное, по всей стране и далеко за ее пределами. И предприятие «Брежжилстрой» внесло такую хорошую, солидную лепту в развитие города Бреста и продолжает это делать. И, понятно, много уже говорилось и будет говориться про стройку. Я хочу немножко сказать про другое, что наш любимый «Брежжилстрой» уже наравне как с Савушкиным продуктом, как экватором, стал местом притяжения всего всех жителей Востока. Вот не было у них места отдыха, сейчас стало аж три. И мне очень отрадно, что именно предприятие, которое публирую я, как сам по строительству, оно стало третьим таким брендовым предприятием, которое украсило наш город. Держать планку первенства всегда непросто, но благодаря четко заданному плану развития, следованию передовым технологиям и творческой команде любые задачи будут по плечу. Коллектив у нас очень дружный. Я считаю, что такой коллектив, ну, может, не везде вы встретите, потому что, насколько я слышал, именно мнение других организаций, что «Брежжилстрой» считается, ну, очень сильной командой. Опыт работы с людьми позволяет нам в дальнейшем при рассмотрении каких-то технических вопросов на технических советах предприятия, на советах по качеству, модернизировать, совершенствовать наше производство. Отклик людей дает нам возможность, ну, шире взглянуть на их запросы, потребности. И, как вы видели на экране, мы строим будущее, будущее предприятия. То будущее, которое нет нигде в Беларуси. Большой концерт с участием ведущих артистов и коллективов региона приятно порадовал гостей, каждый из которых этот праздник считает своим. Конечно, многое уже достигнуто, но самые интересные проекты еще впереди. Всех наших замечательных работников с таким замечательным днем. И вот это отчет, коврится, для того, чтобы творить новые дела, удачи, счастья, здоровья. Все самое прекрасное в нашей замечательной жизни, в нашей прекрасной стране. Анастасия Наздрин, Кладницкая, Дорбукуноч, Александр Макаревич. Итоги недели. Так называемая мусорная проблема не раз обсуждалась в наших сюжетах. Раздельный сбор мусора, несанкционированные свалки, работа приемных пунктов вторсырья и переработки крупногабаритных отходов. Эти темы наши корреспонденты поднимают регулярно. Сегодня мы также будем говорить в этом разрезе. Тема острая. Платить или не платить? Право или обязанность? Все чаще, как рассказывают специалисты Брестского мусороперерабатывающего завода, горожане отказываются платить за вывоз твердых коммунальных отходов. Хотя, согласно существующим нормам и правилам жилищного кодекса, плата за вывоз мусора обязательно. Причем этот платеж в жировках составляет чуть больше 1 рубля. Шум от работающего автомобиля мусоровоза в этом дворе раздается каждое утром. Около 100 адресов ежедневно обслуживает только одна машина Брестского мусороперерабатывающего завода. Отходы вывозят согласно точному графику. Для того, чтобы эта услуга оказывалась качественной, она должна и оплачиваться своевременно, в полном объеме. Вот только не все жильцы готовы платить за такую опцию. За январь 2020 года населению города Бреста начислено 555 тысяч рублей. Из них 85 тысяч является просроченной задолженностью. Это составляет 15% от всех начислений. Порядок работы с людьми, которые имеют просроченную задолженность, урегулирован нормами жилищного кодекса Беларуси и другими нормативными актами. Плательщики, не своевременно вносящие плату, впоследствии выплачивают пеню. При отказе от уплаты взыскание производится на основании исполнительных предписаний нотариусов, а при наличии споров – в судебном порядке. В месяц для человека, проживающего в доме без мусоропровода, стоимость составляет 1 рубль 51 копейку. Кроме просроченных задолженностей за вывоз мусора, существует и другая проблема. Неправильно припаркованные во дворах машины часто мешают проезду спецтранспорта. С этой проблемой регулярно сталкиваются водители и габаритных мусоровозов. Порой, чтобы разрулить ситуацию, нужно вызывать госавтоинспекцию. Бывает даже такое, что автомобили ставят прямо на мусорной площадке. Из-за этого и срывается, бывает и график, мы не можем проехать. Очень много времени теряем. Приходится даже связываться с ГАИ, мастера наши звонят, вызывают. Бывает, мы звоним, приезжают, либо звонят автовладельцам. Да, самый лучший результат – опоздание в графике. Ведь есть более плачевный сценарий развития событий, когда из-за неправильно припаркованных машин во двор не может заехать пожарный автомобиль или, скажем, карета скорой помощи, когда счет идет на секунды. И любое опоздание в графике может стоить жизни. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Мы продолжаем рассказывать вам о важных событиях минувшей недели. Вы смотрите программу «Итоги недели». Кондитеры берестейского пекаря стали лучшими на Всемирной кулинарной олимпиаде, которая проводится раз в четыре года. Большой конкурс принимал немецкий Штутгарт. Удивительные изделия нашего производителя покорили титулованное международное жюри. И это неудивительно, ведь так, как работают мастерицы берестейского пекаря, кроме как чудом не назовешь. Настолько все вкусное и ароматное. Наша съемочная группа заглянула в брестский филиал предприятия, где смогла узнать самые сокровенные секреты вкуса и посмотреть, как появляются на свет хлебобулочные изделия любого профиля. Почти половина населения планеты – сладкоежки. Таково заключение ученых, и с ним можно согласиться, ведь отказаться от свежей булочки, ароматного хлеба или пряников просто невозможно. Всю эту продукцию уже не один год выпускает предприятие «Берестейский пекарь». Его филиалы работают практически во всех уголках региона и снабжают вкуснейшие издобы жителей и гостей нашей области. Ежедневно нашими предприятиями производится до сотни наименований, скажем, чуть ли не на каждом заводе. У кого-то немножечко больше, у кого-то немножечко меньше. И, в общем-то, все наши изделия производятся с душой. От каждого из производящих данные изделия работника нашего предприятия и с пожеланиями приятного аппетита и употребления нашей продукции с величайшим удовольствием. Не за горами День прекрасных дам 8 марта. Сегодня праздник настоящих мужчин, защитников Отечества. К слову, последним работа по подготовке вкусных подарков в самом разгаре. Отпечатанный пряник с милой картинкой или роскошный торт с огромными кремовыми раками станет отличным сувениром и порадует не только мужчин, но и всю семью. Мы для того, чтобы женщина ставила время привести себя в порядок, мы подготовили для них очень интересные, креативные, вкусные подарки. Это, в частности, пряники в виде погон. Каждый мужчина у нас должен быть генералом, полковником, капитана. Для каждого мы подготовили интересные погоны. Пряник в виде танка. Скажем так, мужчины, а не дети в душе. Выпускать такой широкий ассортиментный перечень продукции позволяет регулярная модернизация. Предприятие «Берестейский пекарь» старается идти в ногу со временем и постоянно обновляет оборудование. Мы провели модернизацию склада бестарного хранения муки. Мы заменили, вот за мной и находятся, силоса для хранения муки, заменили просеиватели, заменили трубопроводы подачи муки. И в дальнейшем планируем сейчас реконструкцию расстойных шкафов на хлебопекарных печах. Это наш следующий этап. Лучшее – это то, что сделано с любовью, уверенно на предприятии. Именно поэтому каждое наименование продукции «Берестейского пекаря» – настоящее украшение любого стола. Кстати, тем представительницам прекрасной половины, кто еще не выбрал сюрприз для любимого, стоит поторопиться. В магазинах реализация предпраздничных подарков в самом разгаре. В русской мове дай разгрузку, размауляй по белорусску. Неделя родного языка стартовала накануне в областном центре. Встречи и мероприятия будут проходить до конца следующей недели. В Брестском областном лицее имени Петра Машерова уже на этой неделе звучала родная мова, лились песни на белорусском языке, а лицейскую форму учащиеся сменили на стилизованные национальные костюмы. Наши корреспонденты уверены, в областном лицее имени Машерова молодежь никогда не попадет в языковой конфуз. Здесь состоялся международный фестиваль белорусской культуры под знаком Василька. Гостями стали школьники из польского Белостока. Дружба между учебными заведениями и взаимодействие системы образования в итоге развивает отношения между странами. Сложно поверить, но на сцене не брестские дети, польские. На благозвучном и таком мелодичном белорусском языке их учат разговаривать с детства. Они ценят традиции и историю, а учитывая связь Польши с территорией современной Беларуси, белорусскому языку отведено особое место. У нас два раза в неделю есть белорусский язык, и мы любим учиться его. Интересно, да? Да. Мы сегодня будем спевать. Будем спевать 8 или 7 песен. На День родного языка в областной лице имени Петра Машерова приехали гости из польского Белостока – администрация и учащиеся школы имени святых Кирилла и Мефодия. Это частное заведение, в котором обучаются дети, имеющие белорусские корни. Приезжают в Брест уже в четвертый раз. И не только, чтобы посмотреть, как отмечают День родного языка, но и самим поучаствовать в праздничной программе. Мы с нашими учениками уже не первый раз тут у Бреста, у в этом ликеи, мы супрацовничаем. Наша школа супрацовничаем с ликеем, мы познавались несколько лет назад и от этого часа просто разом працуем, проезжаем для себя у гостей. И многие соседы кислюсь, как они можем сюда приехать. Так же, как они еще из Беларуси у нас. Видите, у нашей школы много отбывается, как они дзепра белорусские речи. И мы бы вельми хотели сюда приезжать с этим всем, что мы можем. Так что и с театральными спектаклями, и с музыкой. Особенно ценят родную мову учащиеся областного лицея имени Машерова. С силами молодежи был создан целый цикл мероприятий. Литературная гостиная, флешмоб, выставка книг и изделий народного творчества, конкурс театральных коллективов, караоке-клубы, даже кирмаш национальных блюд. Словом, ко дню родного языка здесь всегда относятся с душой. А, как известно, белорусская душа – щедра и дружелюбна. Напевно, в современном громадстве нам тяжело уявить, с каким захоплением наши дети рыхтуются до этого свято. Лицей просто полностью изменяется в эти дни, потому что наши дети ходят в белорусских национальных строях. Дети находят в эти костюмы, сукенки, вышиванки. Попривозили много вельми рушников от своих бабуль, от своих протков. Это вельми приемно. Такая атмосфера просто неверогодная у нас в лицея на эти дни. Дети подрыхтовали и верши на память, и удельничают в белорусских флешмобах, спевают, танцуют. И все это делают с великим задовольнением. Тому вельми важно, конечно, заховывать наше белорусское родное, для того, как мы после мели, что передать успешным нашим детям. Это праздник, это шанс проявить себя, показать свой внутренний мир и раскрыться духовно. Очень готовились к этому мероприятию. Это очень ответственное мероприятие. Ждали гостей, которые к нам приехали из Польши. Мы готовим с классом комедию «Прымаки». Готовились долго, на протяжении трех недель, потому что это ответственно. Мы подошли с большим усердием, подготовили много материалов различных. Ну, и думаем, что хоть какое-нибудь призовое место займем. По итогам Большого международного фестиваля под знаком Василька были награждены участники в разных номинациях. Лучшая театральная постановка, лучший костюм, лучшая афиша и программа и других. Фестиваль удался. А еще стал примером добрососедского сотрудничества и его культурной творческой реализации. Для нас это очень важно. Для нас это весьма важно, что в нашей школе изучение языков белорусского либо украинского является обязательным. Это уже выбирают ученики. В большинстве дети выбирают белорусский, поскольку нас много связывает. Католики православные ходят в храмы, тем самым соблюдая традиции культуры. Виктория Нечаева, Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Мне, Виктория Нечаева, остается только добавить. Это было ваше телевидение Бук-ТВ. Все главные события новой недели мы обсудим вместе в следующую субботу в 19.30. Спасибо, что были с нами. До встречи. И, как всегда, желаю добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова